Температура воздухопада это вот цены на зимнюю одежду растут. К примеру, чтобы обновить зимний гардероб в Новосибирске придется выложить около 50 тысяч рублей. Это, конечно, за качественную одежду. Удается ли сибирикам найти компромисс между понятиями красиво, тепло и дорого? Узнала Ольга Маховская. Не самые элегантные, зато очень теплые и непромокаемые зимние термосапоги. Говорят, продавцы не успевают выставлять на прилавок. Спрос ажиотажный. Для обычного народа это на работу, на стройку, на мойку. И цена народная. За пару здесь просят 700 рублей. Уже на следующей неделе синоптики обещают днем устойчивый минус. Температура падает, цены растут. Продавцы девушкам нахваливают молодежку. Так здесь называют пуховики парки. Мол, экономичный вариант. Сверху кожи, внутри верблюжья шерсть и натуральный мех на капюшоне. Цена 7 тысяч рублей. Но это на рынке. В магазине за такую просят от 20 тысяч. Мужчины предпочитают куртки, наполненные тинсулейтом. Материалом, который ученые создали специально для космических скафандров. Но цены на них вовсе не космические. Вера ищет варежки. Чтобы вышло дешевле, по привычке отправилась на барахолку. Большинство продавцов после закрытия уличной торговли перебрались в эти павильоны. Но сэкономить особенно не получилось. Что-то стало дороже здесь, чем было на барахолке. Видимо из-за цен, что здесь эти все вступительные взносы какие-то у них были. Что-то на 20, что-то на 50 рублей. Самыми дорогими позициями в зимнем гардеробе остаются верхняя одежда и обувь. Для похода по магазинам в среднем нужно запастись суммой в 50 тысяч. Средняя цена дубленки или шубы – 44 тысяч рублей. Сапог чуть больше 6,5 тысяч рублей. Мужские ботинки стоят на пару тысяч дешевле. Охотятся за низкими ценами сибиряки все чаще в магазинах спецодежды. Костюмы для рыбалки, охоты, поездки на снегоходе стали популярными заменителями брендовых курток и пуховиков. А цена на них в пять раз ниже. Это костюм, который состоит из куртки и полукомбинезона. Охотники очень его любят. Очень теплая ткань, расцветки лес. Носки, свитера, шапки и шарфы. В модной коллекции дизайнера Виктории есть вещи теплые, а есть красивые. Последняя, удивляется девушка, в этом году покупает больше. У нас город-то такой молодежный, как бы студенты. Ну вот я как смотрю, да, они стараются красиво одеться и может быть даже не в угоду теплу какому-то, но чтобы это было красиво. При этом красота, даже эксклюзивная, не требует больших денежных трат. Шапка ручной работы стоит меньше, чем в магазине. Ольга Маховская, Дарья Тарасенко, Остап Григорянск, Константин Стримаусов. Новости РНТВ, Новосибирск.